Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату. Продолжаем наш обзор на Штейр-Ау. Сегодня хочу рассказать об еще одном очень большом плюсе. Обычно этот плюс очень существенный для тех людей, которые постоянно меняют прицельные приспособления на своем оружии, такой как ночная оптика, дневная оптика или же там калимоторный прицел. Так вот, для объяснения данного плюса я поставил сюда оптику. И я поставил ее сейчас, то есть она не пристрелена. Как пристрелять оптику? На калашах оптику обычно или какое-либо прицельное приспособление, большинство случаев, которые ставятся на боковую планку, то есть которые ставятся вот сюда, ее надо постоянно прицеливать выстрелами в марку. Ну, существует такой патрон, который ставится, то есть лазер и так далее. Есть много чего. В общем, я им не пользовался. Но я именно видел систему АР и видел систему Штейра. Эта система очень... Есть, да, еще другие винтовки, на которых это можно, но на калаше именно таким образом нельзя, но на Штейре и на АР-ке таким образом можно. То есть как визуально мы пристреливаем, как мы это делаем? Сперва берем винтовку, выдавливаем штифт. Все. Видите? То есть это рама, которая держит ствол и оптика. Мы ставим на определенную дистанцию, на определенную дистанцию цель, будь это дистанция 25 метров, 50 метров, 100 метров, на которую мы пристреливаем, фиксируем этот на каком-либо, на кирпичах наших случаях, в нашем случае на блоке и так далее. Смотрим через ствол на цель и смотрим через оптику. Таким образом, до того, как начать тратить патроны, мы таким образом пристреливаем оптику. То есть, может, братья не знали, что на Штейре можно это делать, но я вам говорю, это можно на нем делать. Не у многих братьев и Штейр с планкой Пикатинни у нас. Ну, не знаю, наверное, сейчас все отрезали, такое сделали. Так вот. Очень легко таким образом. И сама вот эта рама, конструкция позволяет хорошо ложиться на блоке, чтобы она не считала, что немаловажно, короче, во время такой пристреливания. То есть, я говорю это, вот этот плюс, исходя из нашей ситуации, из наших реалий. Допустим, патрон, он иногда стоит, как полцинка патронов, вот этот патрон лазера, он стоит, как полцинка патронов под 5.56, допустим, у нас, на нашем рынке. Так вот, поэтому, кто хотел пристрелить, пристреливать каллиматор, или же пристреливать мушки, целик, то это один из лучших вариантов, пристрелять на 50 и так далее. Надеюсь, было полезно. Не хочу, чтобы ролик получился длинный. Так вот, достаточно полезной информации, иншалу. Саламу алейкум, ва рахмату Аллахи, ва бараката. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова